всем привет сегодня готовим с бабушкой рай грузинскую аджику и так что нам нужно болгарский перец красный килограмм 2 килограмма помидор стручковый перец по вкусу 100 грамм кинзы свежий 1 столовая ложка кориандра 100 грамм чеснока соль по вкусу и 3 столовые ложки уксуса девяти процентного так начнем помидоры очищаем от семечек но пока что не выбрасываем их потом покажу что с ним сделаем вот так вот легким движением руки бабушка рая очищает помидоры нарезаем их не имеет значения как нарезать все равно будем пропускать через мясорубку то же самое проделываем и с болгарским перцем очищаем от семечек удаляем пленку белую внутри она не нужна берем обязательно такой красный перчик он мясистый и с ним более вкуснее получается аджика кинзу нарезаем мелко итак все подготовили нарезали очистили стручковый перец тоже нужно очистить от семечек дальше пропускаем через мясорубку помидоры и болгарский перец вместе пропустили все через мясорубку дальше пропускаем наши семечки от помидор там очень много сока жалко их выбрасывать вот так вот подставляем сито получается сок попадает наши наши помидоры с болгарским перцем а семечки вот так вот убираются можно сразу через сито пропустить только будет дольше ставим на плиту постоянно помешиваем чтобы не пригорело как закипит минут через пять добавляем острый стручковый перец пропущенный через мясорубку добавляем понемножку пробуем если мало можете еще добавить все дело вкуса прокипел еще минут через пять добавляем соль и соль мы добавили одну столовую ложку с горкой нам хватило вы смотрите по вкусу мешаем дальше добавляем уксус 3 столовые ложки снова мешая мешаем все время не прекращая дальше добавляем кориандр одну столовую ложку это сухая кинза следующий идет у нас свежая кинза эту аджику мы называем аджика от бабушки рая все хорошенько мешаем мы можем уже заметить как закустела наша аджика в размере намного уменьшилась вот нам нужно выпарить лишнюю жидкость но высушивать ее мы не будем это не сухая аджика аджика из помидор на нужно оставить чтобы можно было макнуть хлебушек как говорится в конце добавляем чеснок и варим еще пять минут в общей сложности мы проварили 30-35 минут не больше еще зависит конечно же от посуды посуду нужно брать широкую чтобы жидкость быстрее выпарилась если вы возьмете маленькую посуду это у вас будет то есть длиться дольше и так полчаса проварили мы нашу аджику вот у нас уже она готовая красивая по внешнему виду можно уже заметить что она она уже дошла добавляем две таблетки аспирина перемешиваем и выключаем вы можете его не добавлять если вам он не нравится но это еще одна гарантия что она сохранится дольше особенно если на улице тепло вот все собираем стерилизованные баночки в горячем виде закрываем горячей крышкой переворачиваем даем полностью остыть дальше можно убирать или в холодильник или в кладовку в итоге у нас получилось килограмм и 300 грамм готовой аджики она нереально вкусная попробуйте не пожалеете то есть она подходит и к мясу и можно в суп добавлять и и просто макнуть хлебушком и съесть она нереально вкусная ну а у нас все надеюсь вам понравилось подписывайтесь пока пока